Вектор комфорта Безопасность и экономия. В Новочебоксарске построили умный дом. Загадочная графа. Какие услуги входят в статью содержания жилья? Скидка на возраст, когда пенсионеры Чувашии получат льготы на оплату капитального ремонта. Жить удобнее, а содержать дешевле. Речь о так называемом умном доме. Именно такой дом построили в Новочебоксарске. Впрочем, сейчас все видите сами. Снаружи этот дом в Новочебоксарске самый обычный. Умный у него начинка. Говоря техническим языком, это автоматическая система учета и контроля энергоресурсов. Над ней работали несколько компаний и разные специалисты. От строителей до программистов. Два года назад была задача поставлена нашими партнерами ипотечной корпорации подготовить проект, который бы позволял внедрить технологии, позволяющие людям, которые будут жить в этом доме, первое, пользоваться возможностью. По учету энергоресурсов. Горячая вода, холодная вода, отопительные, отопление и электричество. И еще второй очень важный момент. Возможность этими энергоресурсами как-то регулировать. В итоге жильцы получили возможность устанавливать и поддерживать нужную температуру в помещениях одним нажатием кнопки, отключать все электроприборы в квартире, кроме тех, которые подключены к дежурной линии, контролировать потребление холодной и горячей воды. Сложные технические моменты оставим специалистам, а сами заглянем в одну из квартир. Анастасия Албутова переехала в этот дом месяц назад. Девушка получила квартиру по программе предоставления жилья детям-сиротам. Быстро освоила управление системой и теперь с гордостью проводит экскурсии по своей умной квартире. Это у нас терморегулятор. И можно контролировать температуру воздуха, повышать и понижать. Этот терморегулятор находится и на кухне тоже, в каждой комнате. Здесь находятся две клавиши, которым можно контролировать электроэнергию и отопление. Перед уходом можно нажать на эту кнопку, это электроэнергия, и выключиться во всей квартире электроэнергия, получается. Кроме одной розетки. Она предназначена в основном для холодильника. Перед уходом также можно выключить, нажать эту кнопку, клавишу, и температура понизится на 5 градусов ниже. Это эконом-режим. Анастасия, как и другие жильцы, может управлять системой умный дом дистанционно. То есть все то же самое можно проделать прямо с мобильного телефона, планшета или ноутбука. Это значит, хозяева больше не переживают, например, из-за невыключенного утюга. Открывается вот такая картиночка, показывает, что связь с сервером установлена, данные, которые требуются, все на виду, и, соответственно, видны положения освещения и отопление в каком положении. Теперь я его перевожу, допустим, в режим эконом. А нет, в обычный режим, в данном случае в эконом. Применяю. Раз он перескочил, щелкнул на приборчик. Вот. И пришло мне сообщение, что умный дом освещения переключено в режим эконом. Но следующее приложение заинтересует не только жильцов, но и управляющей компанией. Оно самостоятельно собирает показатели счетчиков в каждой квартире и выводит их в удобном формате. Нововведение системы умный дом сказывается не только на комфорте, но и на кошельках жителей. Лучшим образом. Хоть специалисты пока и осторожничают в цифрах. Выполняя распоряжение нашего собственника, кабинета министров и главы Чувашской республики, снижение доли затрат населения республики, мы пошли на то, что снизили не для себя затраты на строительство дома, а снизили затраты для потенциальных наших покупателей жилья, которые будут экономить на энергозатрате энергоресурсов, воды, отопления, электроэнергии и так далее. Данный проект является пилотным проектом. Он в Чувашии в первом в этом доме. Поэтому сейчас однозначно нельзя сказать, сколько процентов будет экономия. Когда все жильцы заедут в новые квартиры, можно будет провести анализ. Если экономия, как прогнозируют, будет существенной, и системы начнут внедрять и в другие новостройки. Помимо водоснабжения, отопления, электроэнергии в квитанциях на оплату коммунальных услуг есть следующая строка – содержание жилого помещения и текущий ремонт. Специалисты называют ее одной из самых закрытых. И если с текущим ремонтом все более или менее понятно, то с содержанием не все так просто. Попробуем разобраться. Возьмем для примера панельную девятиэтажку в северо-западном районе города Чебоксары. Местная управляющая компания определила тариф на содержание жилого помещения и текущий ремонт – 14 рублей 85 копеек. Это значит, что хозяевам трехкомнатной квартиры придется заплатить 977 рублей. Сумма для большинства горожан значительная. Какие услуги входят в графу содержания жилого помещения? За что вы платите? С таким вопросом мы обратились к чебоксарцам. Ой, ничего не знаю. Смотрю, сколько написано, столько плачу. Нет, не знаем. А почему вы не интересовались? Платим и платим. Ну, содержание жилья, наверное, ремонт какой-то. Наверное, лампочки, которых в подъездах нет. Так, ну что, мытье полов, уборка на улице, думаю, так. Это через сколько-то лет, там через лет 40, когда дом уже на реставрацию должен, туда все уходит. Накопление идет, да. Капремонт. А если что, содержание жилья? Вы еще отдельно? Это я не знаю. Плачу и ладно. Интересный вопрос. Не задумывались? Не могу сказать. Этот же интересный вопрос мы задали специалисту. В строку содержания жилья входит все основные виды работ, которые должна выполнять управляющая организация для того, чтобы общее имущество на квартире дома содержалось надлежащим образом. Например, в части содержания получается место общего пользования, то есть это влажная, сухая уборка, мытье окон, подметание преддомовой территории. Это, например, подметание преддомовой территории в летний период. На портале ЖКХ по каждой управляющей компании и каждому дому есть расшифровка статьи содержания жилья. Возьмем еще один пример. Дом по улице Николаева. Для него в тарифе значатся такие пункты, как содержание конструктивных элементов дома, обслуживание внутри домового инженерного оборудования, благоустройство и обеспечение санитарного состояния, затраты на аварийно-диспетчерские службы и другие. Однако даже при такой расшифровке остаются вопросы. Например, почему два схожих по конструкции соседних дома за содержание конструктивных элементов платят по-разному – 17 копеек и рубль 7 копеек. Там расчеты экономист предоставляет. Даже вроде одинаковый дом, два подъезда, четыре подъезда в один в один стоят. У одного 3200 квадратных метров, а у другого 3100 квадратных метров. Вот и только из-за этого все зависит от площади. Самое, что смотрите, есть площадь однокомнатной квартиры, у кого-то там 30 квадратных метров, у кого-то 32-33 квадратных метров. У нас есть такие дома, вот, например, Николаева 11, 13, 15, 17, они все двухподъездные и все имеют разную площадь. Что касается множества других пунктов статьи, то жильцы на общем собрании могут отказаться от некоторых или наоборот ввести. Это скажется на общем тарифе. Суть заключается в том, что каждый год управляющая компания выходит к собственникам с предложениями для того, чтобы они утвердили те виды работ, которые они хотят видеть. Они либо могут согласиться с предложенным тарифом, либо могут обозначить тот тариф, который считают они необходимым. Но он должен быть аргументирован. Не просто, то есть мы хотим, например, 10 рублей и все. Минимальный перечень работ, который необходим для содержания домов, обозначен в постановлении правительства России номер 290. Все работы, которые там указаны, оплачивать придется. Все остальное зависит от самих собственников. Только вот, чтобы влиять на ситуацию, нужно ходить на общее собрание жильцов. Другого пути пока нет. 1 января 2016 года в силу вступил закон, который дает право регионам освобождать от платы за капитальный ремонт или снижать ее стоимость для пенсионеров старше 70 лет. Закон, который Владимир Путин подписал в конце прошлого года, носит рекомендательный характер. Все-таки экономическая ситуация в разных регионах разная и чаще всего непростая. Тем не менее, уже к началу февраля этого года более 10 субъектов страны воспользовались таким правом поддержать старшее поколение. В апреле к ним присоединилась и Чувашия. Соответствующий закон глава республики Михаил Игнатьев подписал в начале месяца. В соответствии с жилищным кодексом у нас право на компенсацию по взносу на капитальный ремонт имеет одиноко проживающие граждане, старше 70 лет, там 50% компенсируется, старше 80% 100%, либо семьи, состоящие только из этих категорий граждан. Компенсация предоставляется из расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт, напомню, сегодня это 5,80 рублей, 5,80 копеек с квадратного метра общей площади квартиры. И исходя из социальной нормы жилого помещения на одного жителя, который у нас в Чувашии установлен, если это одиноко проживающие граждане, 33 квадратных метра, объясню на практике, допустим, у нас одиноко проживающие граждане, старше 80 лет, живет в двухкомнатной квартире в стандартной 50 квадратных, он будет получать компенсацию за 33 квадратных метра. Формы предоставления льготы регионы выбрали разные. Так пенсионеры в Москве, которые освобождены от взносов за капремонт, не платят. А те, у кого 50% скидка, платят, соответственно, только половину. В Чувашии механизм предоставления льготы будет другой. Компенсация расходов по взносам на капитальный ремонт оплачивается при отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт. Таким образом, получается, что сначала денежные средства нужно оплатить, а потом только будет из бюджета предоставлена компенсация. Сам порядок именно получения компенсации на сегодняшний день, он проходит процедуру согласования в кабинете министров и восстановление кабинета министров будет принято. Выплачивать компенсации планируется ежеквартально. Таким образом, пенсионеры Чувашии, которым положена льгота, смогут получить возмещение за апрель, май и июнь в первый летний месяц. Если у вас еще остались вопросы по поводу оплаты коммунальных услуг, работе управляющих компаний, капитальному ремонту и другие, задать их можно будет 29 апреля с 10 до 11.30 утра в Национальной библиотеке. Там пройдет встреча с населением. На вопросы по теме ЖКХ будут отвечать заместитель министра строительства Чувашии Максим Иванов, руководитель Годжин инспекции Республики Виктор Кочетков и другие специалисты. Это была программа «Директор комфорта». До свидания.